Очень много последние дни разговоров про Димарш Алишера Моргенштерна. Точки зрения различные, государственная позиция настороженная, даже Песков, пресс-секретарь Путина, прокомментировал вот эту историю. Александр Бастрыкин, начальник Следственного комитета России, распорядился проверить слова Моргенштерна на предмет оправдания реабилитации нацизма. В общем, шум-гам неимоверный. Собственно, что случилось? В своем интервью, которое он дал еще осенью, по-моему, в начале осени, Ксении Собчак, Алишер Моргенштерн, уроженец Уфы, скандально известный певец Ртом, заявил о том, что он считает нецелесообразным огромные государственные расходы на празднование Дня Победы, ну и так далее, и так далее. Вот, собственно, за это все и зацепилось, с этого все и началось. Но я хочу поговорить вовсе не про оценку того, что сказал Моргенштерн. Я лично отношусь к Алишеру снисходительно. Он, как-никак, одноклассник моего сына. Я мельком знаком с его мамой и знаю, кто он такой вообще в принципе. Это достаточно незначительный, на самом деле, персонаж, достаточно примитивная, на мой взгляд, личность. И внимание, то, которое ему уделяется, по-моему, избыточно. Я говорю совсем о другом. Я говорю о том, что Алишер Моргенштерн занимает какую-то чрезвычайно важную позицию в сознании руководителей нашей республики. Ради Хабиров его однажды назвал амбассадором Уфы, человеком, который популяризует Уфу и Башкирию, и так далее, и так далее. И вообще вот эти теплые отношения, личные встречи, и все это публиковалось, и так далее. Откуда все это взялось, нам, в общем-то, известно. Моргенштерн всячески проталкивал и протаскивал к государственной кормушке и к всевозможному братанию с властью Ростислав Мурзагулов. Они там друзья-приятели, внезапно, несмотря на то, что Моргенштерн, в общем-то, Мурзагулову в сыновья годится. Но, тем не менее. Вот оценить то, насколько бездумно и легкомысленно Хабиров идет на контакты подобного рода, было бы очень важно, на самом деле, для республики, чтобы понять, собственно, на что вообще способен глава нашей республики и к какому еще безумству он нас может привести. Я понимаю, что сейчас, наверное, Хабиру очень некомфортно. Он сейчас думает, как бы из этой ситуации выкручиваться, потому что столько теплых слов сказано в адрес человека, которого сейчас подозревают в реабилитации нацизма, что прямо аж как-то неудобно. Но, вот еще раз повторюсь, Хабиров чрезвычайно ведомый человек. Какой-нибудь Мурзагулов притаскивает к нему какого-нибудь растатуированного от пяток до бровей паренька, уверяет Хабирову в том, что этот паренек может ему там сложить хоть сколько-нибудь положительный образ, и Хабиров цепляется за эту идею и начинает там брататься, обниматься и называть его амбассадором. Потом вот этот вот бурундук Юльякшин, Юльяшкин, или как там его зовут, вот этот осыпанный майбахами и государственными миллионами певец на татарском и башкирском языках, который тоже какую пользу принес Хабирову в имиджевом плане? Да никакую. Еще раз повторю, это говорит о легкомысленности Хабирова и неспособности самостоятельно выбирать себе неких имиджевых спутников, людей, которые действительно несли бы пользу и республике, и имиджу власти. Вот здесь, конечно, колоссальный провал. Ну, посмотрим, вот как сейчас из этой ситуации они будут выкручиваться, будут ли вообще какие-то реакции. Если они замолчат, промолчат, то как же быть с амбассадорами Уфы? Может быть, пора уже кого-нибудь другого назначить амбассадором Уфы, чтобы немножко очистить этот термин от очисток Моргенштерна. Моргенштерна Моргенштерна